Ну что, дорогие друзья, привет всем. Я как раз улетаю на Хайнань. Будем участвовать в большой блогерской встрече и рассказывать про Хайнань прямо в прямом эфире. Так что следите, смотрите. Располагаю, кстати, очень классный самолет. Смотрите, с мониторчиками. Даже с розеткой, если это для меня был очень важный пункт, то есть розетка. Это супер. Прилетел в Шанхай. Осталось буквально три часа и уже вылетаю в Санья. Вылетаю из Шанхая уже до острова Хайнань. Ну все, приятного полета. Прилетел на Хайнань, Санья. Как обычно, жарко, тепло, еду размещаться. Прилетел я во внутренний аэропорт авиалинии, да, то есть не международный, поэтому здесь немножко все по-другому, как вы заметили. Ну все, иду, вызываю такси и поехал в отель. Да, и по погоде я одет, конечно. Думаю, не сильно зажарюсь. А многие меня спрашивают, где взять такси в аэропорту по прилету на Хайнань. Их просто тонны здесь и тучи, поэтому никакой проблемы с этим не будет. Можно вызвать приложение DD, а можно просто взять вот так и поехать по счетчику. Это ника не проблема. Чтобы сесть на такси, нужно их там махать, ловить. Есть специальный вот такой, скажем, туннель, очередь. Стоит организовано все. Специальный человек вас туда запускает, подъезжают машины. Три в ряд сразу. Раскашивают следующие, следующие и так далее. Ну все, подошла моя очередь. Закидываю багаж свой. Как доехать? Ну, обычная. Я показываю навигатор, куда ехать, или картинку. В данном случае я еду в отель в парк Хаят Санья и покажу навигатор. Сразу едем по счетчику, ремешочек пристегиваем, потому что здесь с этим тоже строго. Друзья, ну все, я приехал, заселяться буду вот в этот отель, называется парк Хаят. Он находится в Санья, в самом центре города. Специально решил пожить в центре города. Опять же, люблю пожить в разных местах, поэтому, а еще потому что Олд Стейл и также Котель Гавайи на Букинге, поэтому сегодня живу вот в этом новеньком отеле парк Хаят. Уже открывается панорамный вид. Смотрим номер. Номер вообще огонь. Причем я его долго выбирал, он очень подходит для отдыха и работы. Посмотрите. А еще есть очень классный панорамный вид. Открывается весь город. Ну что, пойдем посмотрим спальню. Так что здесь у меня будет рабочий стол, завтра прямой эфир и вот такая здесь спальня. Причем говорю, что ценник был такой же, как в отеле Гавайи. Ну что, открывается санья вот на море. Вот они фениксы. Обязательно сделать вот так. Хоу! Так, у нас еще есть ванна полноценная, не просто душевая, это очень хорошо. Халатики все, принадлежности. В общем, такой обзорчик. Даже есть гладильная доска. Ну блин, логично, в Хаяте бы ее бы и не было. Ну хотя могло бы такое быть. Ну что, супер номер. Отдыхаем, работаем. Завтра начинается уже полноценная программа по блогерской встрече. Будем снимать Хайнань. Все-таки решил немножко прогуляться, выйти, посмотреть окрестности, что рядом с отелем Парк Хаят. Рядом есть и обнаружил, что здесь даже на карте Мальсми размещен небольшой такой торговый центр. Сейчас мы пойдем посмотрим, что там есть. Ну я думаю, все необходимое вы точно здесь найдете. Напротив Парк Хаята есть игровая комната. Вот такая, куда можно привезти своих детей. Здесь много есть всяких зон. Так что посмотрите, вот сейчас покажу вам. Так что играют все, и наши русские туристы, и китайцы. Так что есть здесь чем заняться. Сразу же прямо напротив, соответственно, находится наш отель Парк Хаят. Так что все близко. Здесь есть несколько кафе, так что можно вечером далеко не ходить, зайти сюда или туда. Китайское кафе. Как многие наши туристы спрашивают, есть ли супермаркет рядом с этим отелем. Да, пожалуйста, вот он супермаркет, можно зайти. Как обычный ассортимент, в общем, напитки. Есть какая-то бытовая химия, ну и соответственно снековая продукция. Ну и конечно же выпечка, она вот прямо напротив, так что можно купить круассанчиков горячих или еще что-либо. Так что рядом с этим отелем вы много чего найдете в плане еды, и не надо за этот вопрос переживать. Ну и плюс ко всему здесь есть вот такой небольшой парк, где, как видите, гуляют с детьми, занимаются гимнастикой китайской. Думаю, это удобно, что есть рядом с отелем какое-то местоположение, где можно выйти вечером или где-то перекусить. И конечно же ваш вопрос, какая погода на Хайнане? Вот сегодня 17 ноября. Я думал, по тому человеку позади меня сразу все понятно. В общем, видно, да, что мне немножко тоже жарко, так что с погодой все супер. Смотрите, у меня облачко, вечер. Сейчас уже скоро начинается прямой эфир, и я решил прикупить фруктиков, чтобы они были у меня в отеле, потому что иногда что-то хочется перекусить, и работы будет много. И я думаю, опять за видео сидеть, поэтому решил купить фруктиков. Наверное, возьму манго, помидорков и что-нибудь еще. А, и папайя, обязательно папайя. Папайя 8,6,5 кг. Так, я взял манго. Опа, мягче. Манго супер. Парочку, наверное, возьму. Драконий глаз обязательно. И так, я хотел помидорки еще взять. О, вот такие. Само-то кокосик. Видите, как они все объясняют. Все, люди спрашивают, как объясниться. Язык жестов, он говорит, отрубить, трубочку поставить, но все же понятно и так, что-то он хочет мне рассказать. Вот, смотрите, как общаются. Груз, переводчик пишет на китайский, но сейчас он берет на русский. Видите, сам китаец рекомендует не лишь бы что продать, рекомендует взять манго, который сейчас уже все это есть. Да? Да. Видите, все понятно, как надо порезать, порезать, все. Сейчас посмотрим, сколько все вышло. У нас получается два манго по особу. Драконий глаз, помидоры, кокос. Я там еще одну панельскую взял, вон здесь панель стоит. В общем, все, как у нас в Ашане. Взвешиваю все, как положено. Так, уж в таких магазинчиках вас вряд ли обманут, потому что здесь, видите, все, касса, весы, чеки и так далее. А, вот это? Окей, да. Вот еще такую штуку взял. Не знаю, что это такое, но очень капец вкусное. Правда? Да. Да. Так что все порежут, все сделают. Так, что-то я понабрал, понабрал. Ну, будем считать, это мой обед и ужин. Я уже приготовился, больше тысячи точно отдавали. Сколько? 102 юаня. В общем, за все получилось, грубо, тысяча рублей. Окей, видите, и 2 рубля еще сделали. Пойдет соточка, не хочется сдавать дальше, но у меня реально нет мелочи. Ну, вот, смотрите, я набрал фруктов. Что я взял? Я, получается, еще раз говорю, я взял 2 манго. Я взял вот этот прикольный фрук. Честно, пока не знаю, как он называется. Вот этот вот, но очень вкусно его попробовал сейчас. Потом пачку помидор. Пачку помидор, взял кокос и вот эту баночку. Окей, окей. Вот, и вот эту баночку. И вот все, у меня вышло 102 юаня. 102, вот как видите. Но при этом они еще не стали заморачиваться с двумя юанями, сделали скидку. При этом сейчас вот все. Молодой человек мне режет, складывает такую баночку. И у меня будет очень классный ужин сейчас. Пока, короче, в магазинчике там что-то нарезают. Я увидел, там какая-то ярмарка. Пока они режут, у меня времени уже немного. Сегодня, сейчас уже начинается прямой эфир с вами, дорогие друзья, где мы будем разыгрывать 220 юаней за эту неделю. Ну, в общем, бегу, тороплюсь. Пойду посмотрю, что там продают. Там, по ходу, какая-то техника даже. По-моему, байки распродажи. Я, кстати, хотел посмотреть, что они из себя представляют, сколько стоят. Пойдемте со мной. Ребят, точно байки, смотрите, по 2-300 юаней. То есть 23 тысячи байк ваш. Прикольно. По 4, 3, 2. То есть, смотрите, можно даже не заморачиваться с прокатом. Проще купить иногда, если приезжать, то надо долго. И потом его еще и перепродать. 3-3-300. 2-800. То есть 0 прибавляете, вот цены на байки. 2-950. 2-108. За 20 тысяч да вы на прокат за неделю больше отдадите. 2-380. Слушайте, вообще супер. 4-800. Ну, я вам скажу так, что цена зависит, в первую очередь, не от внешнего вида, а от батареи. Чем качественнее батареи здесь, тем они дороже. Вот такие байки, смотрите. Ну, слушайте, круто. Блин, аж желание приобрести. Понимаю, что есть ненадолго. Ну, кстати, почему бы и нет. Может быть, это была бы хорошая идея приобрести байк. Ну-ка напишите в комментариях, есть ли такая тема, смысл. Есть такое мне сделать? Уже захотелось приобрести себе байк. Все, жду ваших ответов. И пошел обратно за фруктами. Так, я забрал свои фрукты. Все, выдвигаюсь, бегу. Я уже практически опаздываю на прямой эфир вместе с вами. Придется быстренько взять такси и все, я в отеле. Так, бегу. Так, прямой эфир. Запускаем, запускаем. Так, так, доставка готова. Поехали. Ура, я в эфире. Так, в инстаграме всем сообщаем. Дорогие друзья, запустил наконец VPN и начинаю в YouTube прямую трансляцию, соответственно, вместе с розыгрышем. Извиняюсь, что была задержка по техническим VPN причинам. Так, супер. Все, отлично. Всем привет, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Так, у нас уже вечерок. Не знаю, может вам вид показать. Я прилетел на Хайнань, летел через Шанхай. Вот такая погода сейчас. Давайте задавайте свои вопросы. Мероприятие, на которое я приехал, на блогерскую встречу. Здесь будет 30 блогеров собрано с всего мира. Вот нас уже в общий чат добавили. Завтра мы начнем уже бегать, как бешеные олени. По-другому не скажу. То есть мы все будем снимать кучу контента. Так что не знаю, что будет для меня. Это абсолютно новый опыт. Понятия не имею. У меня есть какое-то ощущение, что все блогеры будут, наверное, зажатые. Почему-то мне так кажется. Потому что каждый в своей волне может будет каждый видеть друг друга конкурента. Но я буду очень приятно удивлен, если они будут все открыты и готовы к общению. Хотя их большая часть англоязычных и на китайском языке. Ну посмотрим, да, я не супер там разговариваю на таком языке. Но думаю, что нибудь разберем. Вечером парк Хаят вообще выглядит просто великолепно. Как видите, еще есть KFC. Банк, вот он. Старбакс. Полная автономия. Здесь еще есть куча миллион кафе. Так что можно прогуляться и покушать. Думал, думал, плюс вы подсказали. И пора покупать байк. Байк, электробайк на Хайнане. Это очень доступно. Сейчас я попал в распродажу. Вот такая ярмарка. Да, это не какие-то именитые бренды. Это китайские бренды. Конечно, можно поубирать. Цена начинается от 19 тысяч рублей за байк. И в среднем, наверное, до 50 тысяч рублей. В зависимости, конечно, от комплектации, марки, мощности и так далее. В общем, я выбрал для себя цена качества. 27 тысяч рублей он стоит байк. Как обычно, не произошло без истории. Я пришел и выбрал байк именно синего цвета. Но вот позади меня женщина. Они захотели выбрать байк этого же цвета и так сильно расстроились. Так сильно расстроились, потому что я решил, ладно, пусть будет у меня красный автомобиль, пусть будет у нас еще и красный байк. Поэтому сейчас не усобирают. Рассчитываемся. Члем идет в подарок. Будем кататься, осваивать технику. Правда, в последний раз я это делал в 15 лет катался. Но я думаю, справлюсь потихонечку, аккуратненько. Движение, слава богу, здесь не такое, как в Вьетнаме или в Таиланде, тем более, но такое же, как у нас. Так что собирают, делают и отправляюсь кататься по острову. Конечно, сделал полный осмотр. Такие из багажника еще есть. Сейчас человек устанавливает аккумуляторные батареи. Вот они, смотрите. Здесь их раз, два, три, четыре. Четыре новые батареи полностью устанавливают. Хоть мне сказали, что такие батарейки не очень удобны, в плане того, что их не вытащишь и не залетишь. На некоторых байках это есть, что вытащил, домой поставил. Здесь будет розетка, надо будет подключать. Но, я думаю, не сильная проблема для меня будет, потому что ездить поставить. На самый крайний случай могу к Максову приехать, в Верфекторе поставить. Ну, в общем, с этим вопросом думаю, разберемся. Я здесь не знаю, как вам будет удобно, если вы приезжаете часто на остров, ненадолго. Возможно, есть смысл в этой покупке. Если, конечно, на неделю, то, наверное, нет. Ну, смотрите сами, просто аренда байка может стоить, собственно, таких же денег, как и покупка. В общем, смысл этого видео, смысл этого диалога, монолога, наверное, да? Имя как раз в этом, что байки стоят недорого. Если зайти еще заранее на Тау-Бау, что мы в будущем собираемся своим туристам делать сервисы по покупке товаров на Тау-Бау с доставкой в их отель, я думаю, может быть, это даже будет цена еще и дешевле. Ну, в общем, для меня это новое. Как вы знаете, все новое я люблю, поэтому смотрите дальше. Этот молодой человек мне помог все собрать. Так что, все готово. Поехали. Здесь, в принципе, все понятно. Кому непонятно, объясню, как туда байк садится. Это, понятно, газ. Здесь и переключения у меня передачи. Первая, вторая или третья, да? Максимальный разгон. Здесь, соответственно, задний ход есть. Соответственно, парковка, сигнал, поворотники, свет, дальние габариты и обычно вот дальние здесь переключаются. В общем, все просто. Настраиваем зеркала и поехали. Теперь я на байке передвигаюсь. Многие об этом спрашивали, почему вы не катаетесь на байке. Да как-то не было случая, а теперь случай предстоял, так что поехали. Прикольно передвигаться на байке. Я, конечно, за рулем снимать не буду, потому что держусь за руль, а не за камеру, а пристежки какой-то у меня нет с собой. Выехал сейчас на набережную, здесь фениксы все в огнях. Так что, что, классные средства передвижения. Только, конечно, надо потихоньку для тех, кто неопытный. Движение нормальное, но как бы надо привыкнуть. Вот решил остановиться, показать вам вид. Здесь как раз вот слияние бухты Дадумхай и Санья Бэй. Вот здесь такие марины стоят. Вот Хромплаза ориентир. Вот, кстати, кто? Меня спрашивал про отель. Вот видите, такой желтый крышный. Знаю, может быть, здесь плохо видно с таким подсветкой. Вот это Four Seasons Courtyard, который я показывал. И вот здесь находится отель, соответственно, Century Grand. Только что не все продают, да. Ну и вот там у нас уже крыша виднеется. Это Дадумхай, отель Гавайи. Вот. Здесь такая река, здесь такая река, набережная. Ну, мне кажется, здесь очень прикольно гулять вечерами. Поэтому не засиживайтесь в одной бухте, обязательно двигайтесь. Если есть возможность, как и я, можете двигаться на байке. Кстати, пока здесь никого нет, скажу, что здесь очень удобно. Есть и специальные дорожки для мотобайков и велосипедов. Ну, вот я и дома. Кстати, у нас так почему-то принято. У семьи, не знаю, между нас тоже так же. Когда мы даже где-то живем, мы называем дом. Хотя, можно сказать, там в отеле, в гостинице, не важно. Вот. Так прошел мой денек. Поэтому будет такой лайф. Буду выкладывать завтра уже с самого утра. Сейчас уже 12 часов ночи. Завтра уже надо будет 7 утра в отеле Винхен. Там начинается вся эта блогерская встреча. Так что увидимся, дорогие друзья. Вам спокойной ночи и до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok